Начинается наше путешествие в Турцию, Аня очень хочет спать. Ой, у меня это лицо блестит, намазалась Аниным кремом для массажа, для тела, потому что все свои упаковала. Вообще в итоге не стала краситься, потому что... Какой еще краситься? В общем, у нас три огромных тяжелых чемодана, в которых много Анины, огуши, творожки, баночки, супчики. Ну, короче, я не знаю, что у нас там по килограммам выйдет, когда мы будем сдавать багаж. Надеюсь, у нас все пройдет там гладко, нас не попросят ничего доставать, потому что я уверена, что у нас есть перевес. По крайней мере, в одном точно есть, а в друге я очень старалась вчера все распихать, взвешивала на домашние весы. Но я не уверена, что это хорошо сработало, ну, точно. Там побольше перевес. А? Там побольше перевес. А, и у нас их три. Я не говорю, ну, перевес, а третий не знаю. Ну, короче, посмотрим, посмотрим, что выйдет. У меня с собой есть рюкзак, который я тащу на своей спине. У Славы Толу есть свой рюкзак, который он тащил на своей спине, и еще три тяжелых чемодана. Короче, блин, ну да, это сложность, да, это история о том, как я попал в зомби апокалипсис. Но мы выбираем быть счастливыми. Нет, если бы мы выбирали быть счастливыми, мы бы все нахер оставили, и подгузники в том числе. Я с собой даже чипсы везу. Я уж подумала, ладно, у нас уже столько всего, как бы, легкий шопер с чипсами. Как бы, погода не сделает. А, нет, думала, ты можешь спать. Так вот, мы очень много всего, конечно, набрали, но из плюсов, мы будем хорошо там жить в Турции. Если нас не попросят все это нафиг доставать, выкидывать, будем там хорошо жить, не тужить, не волноваться по поводу Агуши. Вот, ребеночку будет хорошо. Мой ребеночек, мой ребеночек. Вот, маме тоже будет хорошо, мам тоже мне будет переживать. Я уже придумала, как будем Аню кормить. Ну, я просто баночек взяла из расчета одна баночка в день. Ну, может, чуть побольше там получилось, но во все дни точно по две банки не хватит. Вот, а у нас, как бы, она, получается, всегда ест две банки в день. Ну, либо два приема супчика такого мясного чего-то, ну, серьезного, типа не каши, да? Обед, ужин, что-то серьезненькое у нас такое. И мы еще добавляем овощи кусочками, там, макарошки, сырочек, что еще? Ну, короче, всякое-всякое. Она у нас уже с общего стола ест, и она очень любит с общего стола ест. Вот, например, я рыбу красную вчера ела. Тейк сёмбе с пюре на ужин. И я с Аней поделилась, она просто вообще в восторге. Ей очень вкусно, это всё. Мне кажется, она уже готова переходить на общий стол. Ну, вот прям вот так вот, потому что ей это намного больше вкусно, чем в баночке. Ну, баночка это для меня как будто бы база, понимаете? Всё остальное мы как бы добавляем. Ну, посмотрим. Я думаю, в баночке точно купить не проблема, точно. Я думаю, даже со смесью не такие вот большие проблемы у нас там будут. Потому что мы в Дубае как-то покупали какую-то баночку, типа как в йогурте питьевом. Там была некий кисломолочная смесь, но Аня её выпила нормально, потому что нам в Дубае тогда тоже не хватило агуши на последний буквально день. Вот, но тут нам на пять дней прям не хватит. Но у нас будут замены. Тёма, крашки, агуша. Поэтому я думаю, ничего, как-нибудь справимся. Порошки. Может, ей вообще-то там не нужно будет вот так, как здесь. Типа поужинали и всё. Ну, просто у нас, получается, поужинали, потом проходит какое-то хорошее время, и прямо на ночь перед сном агуши вот так. Короче, ехать нам... В этот раз мы полетаем из Шереметьево, в тот раз из Домодедова мы летели. И ехать нам недолго. Типа 40 минут. Потому что... Класс. Ещё мы поедем по платке, да? Да. Вот, ещё мы поедем по платке. Ну, блин, зараза, будет портить мне весь кадр, ну ладно. Ещё хорошо ли мы спали? Ну, конечно, нет. Кто хорошо поспит, если вставать в 6 утра, а ложишься ты обычно в 2. Но мы со Славой легли в час. Аня-то, понятно, раньше легла. Мы легли в час. И если вот в час уснуть, то, в принципе, до 6-5 часов. Ну, довольно-таки неплохо. И мне бы этого хватило, чтобы прям хорошо себя чувствовать на весь день. Ну, не вам, но хорошо. В итоге у Ани был этот... Приход зубной. Зубный приход. Аню пословила. И до... В 5, короче, утра она ворочалась, плакала. Причём, знаете, она лежит, спит. И потом резко в один момент начинает прям... Ну, вскрикивает. Ну, то есть от боли прям. Всё это время, что она там ворочалась до вскриков. Ну, то есть я её и так укачила, и сяк. И поглажу, и к нам положу на кроватку. И так. Ну, короче. В общем, долго провозились мы. В итоге мы не выдержали, дали ей нурофену. Я, конечно, переживала в моменте перед полётом вот эта вся движуха. Но... А что поделать? Ребёнку больно. И только потом она уснула. Но мы поспали, ну, типа час. Ну, нет. Я думаю, конечно, я побольше поспала. Но это был очень некачественный сон. А ещё у нас впереди весь день. Длинный, долгий день дороги. Ничего. В общем, едем мы. Надеюсь, ничего не забыли. Как приедем в аэропорт, будут какие-то интересности, подробности, я к вам вернусь. Мы уже приехали в аэропорт. Анюта спит. Сладенько. Всё. Мы сейчас будем выходить. На улице, кстати, дождь. Представляете? Мерзкая погода. Ты чё такая довольная? Вот у нас три чемодана. Тяжёлые сумки. Аня уже прослалась. Я с рюкзаком. Ещё одной сумкой. Слава. А ну вот такой рюкзак. Это просто трындец. Вау. Ты улявай. Такой большой самолет. Ты полетишь на поле? Что было интересного? Нас заставили со Славой снять обувь, потому что типа высокая подошва. Это, конечно, трындец. Было не очень-то удобно. Чемоданы наши. Это просто. А, нахудеть. А, чё здесь худоба? Пошли, пошли. У Ани очень плохое настроение. Я прям боюсь лететь. Короче, в одном чемодане у нас 27, в другом 26. И в третьем сколько было? 25? Да. Ну, короче, капец. Везде перевес, но у нас пропустили. Всё было супер. Так что спасибо большое тому молодому человеку, который не обратил внимания на такой большой перевес. Ну, он же мог сказать, так, стоп, вы не проходите. Быстро всё освобождаете. Короче, спасибо большое. У нас 4 супер. В общем, мы пошли дальше. Так, вот такая здесь комната для того, чтобы покормить, переодеть малыша. Мне нравится лучше, чем в Домодедово. Так, ребята, мы пришли за кофеёчком в Старс. Я хочу Ане снять вот эту кофту. Я её одевала, и ей дома. Опа! А ещё у нас такая розовая бутылочка. Начинается наше шикарное путешествие. Немножко переживаю за Анюту, что она может капризничать в самолёте. Ну, у нас есть, во-первых, планшет, игрушки, печеньки, йогурт, огруша, кашка. Наш самый лучший друг — это сон. Сон. Что? Сон. А, сон. Лучше всех игрушек, планшетов. Ти-ки-ки-ки-ки. Снимаем напряжение, снимаем напряжение. По кофейку бахнем? Бахнем по кофейку. Вуся, Вуся. Нам дютик не нужен? А? Не хочешь в дютик? Что я хочу в дютик? Ничего я не хочу. Может быть, выпить. Хало? У-у-у-пит. Что выпить? Вино? У меня же он инклюзив. Зачем мне что-то покупать? Я буду только воду в самолёте. Вусик, спокойно. О, ты утку взяла? Это я взяла. Я его постирала и взяла. Класс. Ой, хороший, хороший. Чтобы Аня была с кем и заниматься. В целом, всё нормально прошло. Паспортный контроль нормально. Опять не попросили свидетельства о рождении Ани. Мы его всё равно взяли с собой второй раз. В Дубай тоже брали. Удивительно. Типа, знаете, до сих пор просят снять обувь, сколько не просят свидетельства о рождении. А вдруг я подделала документы, и это не мой ребёнок. Ну так. Это мой ребёнок, я ничего не подделала. У меня есть свидетельства о рождении. Даже свидетельства о браке. Так что претензий точно не будут. Но это просто странно. Сейчас возьмём кофеёчек. И я думаю, найдём место, где именно будем сидеть и кушать. Хотя здесь такие чудесные диваны. Не хочется съесть однишки? Так же шикарно то, что нам не нужно садиться в вонючий автобус. А мы просто едем с колясочкой прямо, прямо в самолёт. Просто улёт. Мы в самолёте. Все потные, уставшие. Слава вообще просто в шоке. Короче, здесь есть пульт. Нам дали ремень для Анюты. Спросили, умею ли я им пользоваться. А я умею. Потому что мы уже это проходили. Вам претик понадобится? Давайте, пожалуйста. Спасибо. Хочу сказать, сервис тут просто... Белисси. Туалет спереди. Никуда ходить в конец самолёта не надо. Всё рассказали, показали. Сказали, если что, звони, пиши. Короче, мне нравится. Не теряйся. Не теряйся, да. Ну и билетики, конечно, стоят соответственные. Хочется сказать, что, конечно, отличия есть от экономы. Большие. Но телеки там тоже должны быть, да? Там же тоже есть телеки. Ты так не увидишь. Нет, по-моему. Нет, должно быть телеки. Но картинки были. Картинки не смотрели. Аня тут изучает комфортный план. Причём пледики сразу принесли. Сказали, вот вам пледик понадобится. Ну, короче, прям... Мне обназначено нравится так летать. Обнимание! Вот с родняка... Мне показалось, что он сказал не внимание, а обнимание. Настолько здесь уютно. Обнимание! А сейчас начнутся обнимашки. О, Аня, всё отлично. Она уже забыла, что мама её в 6 утра разсудила. С этим пледом и пакетом мы можем 5 часов лететь и играть. Всё, 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 всё. Короче, ладно, мы взлетим. Я, наверное, буду снимать в окно. Там, наверное, вид будет бомба. Обычный вид. Обычный вид, не ночью. Обычный вид. Ну, как это, интересно. Вот. Ну, и потом, когда уже принесут еду и так далее, я к вам вернусь. У меня, вообще-то, есть микрофон для этой камеры. Но он там, где-то вверху, я уже не хочу славу просить туда залезать. Потому что он и так весь потевший, уставший. И я, конечно, тоже встала, но я, как-то, ещё больше держусь на энтузиазме каком-то. И я, конечно, тоже встала. И я, конечно, тоже встала. Короче, я уже хотела сказать, что всё на высшем уровне. Короче, я хотела омлет. И мы сидим, получается, в самом последнем ряду комфорта. И нам на носки хватило омлета. Ну, ладно, омлета не хватило. На Славу вообще не хватило подноса со всякими штуками. Зато мне дали невероятную вилку, ножик. Да, у него вилка и ножик из бизнес-класса. Но в тарелке, можно сказать, пусто. Приколдесс. Короче, для Славы нашли сюда такие фруктики. Вот. Так что, вообще, очень милая девушка. Если вдруг она меня смотрит, потому что у меня показалось по лицу, что смотрит. Спасибо большое. Хелена, тебе большое. Короче, вот там девушка. Стердесса. Супер милая. Вот. Спасибо ей большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте. Спасибо. Спасибо. Конечно. Давайте сейчас берем шифры. Садись, убей, убей. Короче, Ане подарили игрушечки. Ну, как игрушечки, сумочку. Которые были всякие интересности. Была вот такая книжка. Вот такая вот. Вот такая вот. И вот такая штучка, куда вставлять животным. И нам дали два зайца. Собаки нет. Нет, собаки нет. И летим над Чёрным морем. Красота. Это представляется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все, ребята. Последний рывок. Вот этот коричневый наш. Следующий не наш. Хотя... Ну да, наверное, наш. Да, раз такой тяжелый и аж падает, то точно наш. Это тоже наш. О, нет. Давай, отвози их подальше. Этот я знаю. Нет, не наш. Наш огромный, еще один. Вон он едет. За 70 геосом, блин. Да вот он, прям перед глазами. Да. Мы его перед Дубаем покупали. Ура, юху. Все, последний рывок. Осторожно, это босс уровень. Блин. Все. Ну, ты герой. Теперь две недели в Турции и твои. Так, ребят, нас встретили. Все супер. Температура вообще... Жара, лето. То самое лето, которого мне не хватило в Дубае. Слава вообще в шоке. С твоих штанах теплых. Все, сейчас поедем в отель. Ура! Все, мои хорошие. С этого момента мы... Смотри, что мне там не надо. Мы в отбисье. О мой, плохо. Прическу сделала. Мне хочется спеть песню. Я хочу услышать и петь песню. Никогда не забуду, когда я узнал, что о чем это песня. Мне всегда казалось, что это какая-то просто веселая, прикольная песня. А это песня о войне. Ань, ты еще ее не слышал? А ее, короче, включают детям на детских этих... Сначала идет какое-нибудь... Веселительных мероприятиях. Макарены какая-нибудь, утята. Да, макарены. Про войну. Может быть, там смысл какой-то хороший? Нет, просто про войну. Чтобы мы идем на войну защищать свою страну. Короче, такая вот фигня. Ох, Жан, как он. Нет, я предлагала, я не буду, она отказывается. Короче, у меня вообще отличная страница. Какое время? Я думаю, мы поздно будем? 20.40. Ну, как раз, наверное, если нам полтора часа ехать. Интересно, сколько нам мне ехать? 20.40, это по-нашему, скажем. А, ну, тут одинаковое. А, да? Да. Ну, да, мы должны были в 2.40. Туда мы в 2.40 прилетели. Сюда мы должны были в 2.40. Мы, короче, почти в 3 прилетели. Типа на 25 минут где-то замечались. Какая рост. Да, вообще, по правой голове. Мы уже здесь, мы чемоданы погрузили, с собой прошли. Что для тебя было самым сложным в этом полете? Чемодан. Чемодан? А для меня сам полет. Ну, да, полет был сложный. Ну, мы справились. Мы большую часть, в принципе, нормально пролетели по этому. Как бы, чего жаловались? Нет, да. Просто, ну, в моментах Аня плакала из-за зубов. Ну, это было не сильно долго, но... Как бы, было. Вот. И она поспала за весь полет, наверное, где-то час пятнадцать в самом начале. Да ладно, чуть-чуть. А все остальное время натусила. Чуть-чуть, чуть-чуть поддерничали, а в целом это все ок. Да не, в целом вообще все ок. Мне вообще все понравилось. Мне понравилось лететь таким классом. Мне очень понравилась вот эта тема с Priority. Вообще мы так давно не летали. Для нас это все таким, ну, каким кажется. Но мы везде пришли без очереди. Паспортный контроль, наверное, с очередью. Личные вещи. А я, это, к воспортному контролю подхожу и думаю, так, а где здесь, это, с детьми? А тут все с детьми. Просто с детьми там всегда без очереди. Да, ну, конечно, в Турции с детьми не знаю. А тут все с детьми с детьми. И я такой, что-то тупо вопрос. Ну, не без очереди, а специально в очереди для людей с детьми. Короче, я не знаю, я прям получаю удовольствие. Мы сегодня не выспались. Но я думаю, что и Анина тебе нравится. Она вообще первая жизнь сможет в окно. Ты покажи на крышу, ребята. Как будто мы у кого-то в гостях дома. Сейчас должна начаться дискотека. Сейчас подсветочка учится. Когда ты едешь, наконец-то отдыхает на заслуженный отпуск, отдых. Аня в первый раз в жизни смотрит в машине в окно, чтобы вы понимали. Круто, Аня? Почему первый раз? Первый раз, почему? Потому что она обычно в окно не смотрит. Она просто что-то хочет. Ее надо висеть, развлекать. Она просто тихо, спокойно не едет и не смотрит вот так вот в окно. А сейчас она смотрит. Она просто предвкушает. Главное, нравится, как она сидит. Ты видишь, как она сидит, руку положит? Мы про тебя говорим. Она просто... Да, вот так ты будешь плавать в бассейне. Да, да, да. Еще посмотрю, что с твоей гушей случилось. И на море буду плавать. И на море. Я вообще думаю, купим ей маленький бассейн. Такой прям маленький. Водичку туда нальем. И она будет в нем сама сидеть. Да? Будешь? Будешь? Ребята! Мы слились. Очень все быстро прошло. Буквально, не знаю, минут 10. Короче. Ну ладно, начну сначала не с этого. В общем, у нас в первый раз такой большой номер. Здесь водка. Две комнаты. То есть, когда у нас будет еще один ребенок, и они подрастут, мы будем вот такие номера себе точно брать. Здесь у нас вот такая чудесная кровать. Я так рада, что она именно вот такая, а не железная, как у нас было в Дубае. И в этой кроватке, я думаю, Анютке будет вообще супер. И она такая длинная. Ну, короче, вообще бомба. И на колесиках. Мне очень нравится. Вот именно такая колясочка. Ой, кроваточка. Это очень удобно. Вот такая вот наша царская кровать. Тут есть телевизор. Я еще потом, когда все разложу, вам тоже покажу. Аня сейчас будет срочно кушать. Ох, шикарно. Тут я буду сидеть. Тут жара. Да. Загора. Аня в шоке. Короче, мы очень счастливы. Просто тут тоже есть телевизор. Нам надо срочно доставать всю нашу огушку, раскладывать в холодильник. Надеюсь, оно все поместится. Здесь единственное, что нет ванны. Тут душевые кабины. Ну, это во всех, как я помню. Вот. Ну, ничего. Будет Анютка, значит, в душе купаться. Что поделать, что поделать. В целом, все супер. Умываемся, переодеваемся. Кормим Анютку и идем гулять. Кайфовать. Вот такие дела. Ура! Папа, ты что делаешь? Круто, Ань? Будем тут лежать телик смотреть по ночам. О, смотри-ка, тут хорошая такая вот дверь. Так что не зря мы видео няню взяли. Мы с собой еще взяли видео няню. Вот. Потому что мы решили, что Аня будет в той комнате иногда лежать спать. Мы сможем тут лежать кино смотреть. Я прямо так и мечтала, чтобы у меня отпуск был. Чтобы мы могли лежать смотреть кино. И не только. Короче, все. Пушка бомба. Раздеваемся, переодеваемся. Ищем холодильник. И так, холодильник нашли. И, собственно говоря, все вот это вот меняем. Расставляем. Наводим красоту. И потом к вам вернусь и покажу, что стало. Ребята, ну все. Мы сходили в душ. Можно сказать, все. Разложили на свои места. Буквально чуть-чуть чего-то. Ух ты, как близко мы к Басику. Там все купаются. Короче, из-за того, что сейчас праздник, здесь очень много получается турок или турков. Правильно. В общем, вы поняли. Так, Слава уже заметила новенькие изменения. Там настольный теннис сделали навес. Будем учить Анюску играть. Да. Короче, сейчас будет ужин. Буду бухать. Я так счастлива, так рада. Как тут красиво. Так я и помнила. Шикарно, шикарно. Вот, мы пришли. А сколько время? Без 15.7. Не такая уж большая очередь для без 15.7. Короче, я скучала об этом месту. Просто невероятно было. Интересно, есть детские стульчики? Наверняка же есть, скажи. Я просто здесь первый раз с ребенком в этом отеле. Я вообще не знаю, как тут все. Но я знаю, что здесь есть даже детский стол, типа, для малышей. Море шикарное. Погода шикарная. Сейчас жарко, капец. Но я в таком наряде. Он как пижамка. Довольно-таки легкий. И все-таки сейчас вечереть будет. И будет более комфортно. Короче, все разложили. Номер у нас шикарный. Я сегодня не крашусь. Мы все сполоснулись в душе. Анечке погрели супчик. Борщ я на дому поела. Но это было уже, наверное, час назад. Вот. Красота. У меня садится камера, поэтому я с вами сегодня больше болтать, наверное, не буду. Уже в другие дни буду вам показывать, как мы здесь отдыхаем. Потому что сегодня все-таки первый день. Мы приехали, хотим отдохнуть, расслабиться. Вот. Так что мы сейчас поужинаем, кайфанем. Будем отдыхать. Так что до завтра. Как красиво. Ребят, я вообще сегодня влог не снимаю. Но мы сейчас будем снимать прикольный рилсик, переход. Аня, арбуз оставь. Ой, какие милые. Хотела вам показать, как здесь в полвосьмого вечера. Просто невероятная красота. Там идет ужин. Место мы там себе не заняли уже. Блин, надо было прийти туда раньше, занять место. И спокойно идти видео снимать. Куда прийти? Туда. Стол занять и все. Аня, арбуз. Аня, арбуз. Зубарик. Так, представление идет. Сколько людей, посмотрите. Мы пришли в такой классный детский клуб. Вот. Сейчас Аня с твоим папочкой выбирают. Да давай на коровку эту, божью. Да в машине скучно. А это что? Просто типа это. А? А это просто фигня кушает. Крутит что-то. Давай вот сюда. Пусть полетает, как божья коровка. Держи, папа. Аня. Ты куда, Аня? Прикольно. Ты куда летишь? Ей болт интересен. Ну? Ну как? Это наши первые аттракционы. Ура! А, медляк. Что-то это папа с дочкой. Это папа с дочкой. Ммм, папа с дочкой танцует медленный танец. Дочка хочет спать. Дочка увидела вату. Дочка увидела вату. Ребята, всем привет. Новый день. Я планирую этот день полной ценности. Смотрю на Аню. Смотрю на себя мы и только встали. Итак, когда я смотрела на себя в зеркало, мне казалось, я выгляжу более свежой и отдохнувшим. Короче, все хорошо. Сейчас полдесятого. И мы собираемся на завтрак. Так что буду вам наконец-то показывать, как проходит наш отдых. Проходит он хорошо. Мы вчера тут такое замутили, что мы здесь подвинули вот таким образом кровати. Они стояли вот под эти штуки. Мы их повернули. Они легко двигаются для того, чтобы здесь мы могли поставить детскую и спокойно смотреть фильмы и что захотим. Здесь ночью пока спит Аня. А еще у нас есть вот такой прикольный горшок для Ани. Вы видели в прошлом влоге, как Слава его выбирала. Он оказался реально очень прикольным. Так, все. Одеваемся. И пошли на завтрак. Так, ребята, мы пришли на завтрак. К сожалению, места все практически заняты. Людей очень много. Но это еще потому, что сейчас праздник идет. Вот, сейчас вам покажу, как здесь чудесно. Пробегусь, а потом уже возьму тарелочку. Я спокойно хожу с Аней, все себе набираю. Нет никаких у меня с этим проблем. Вот здесь панкейки есть. Тут какая-то картошечка. Тут все стоят в очередь за омлетом, скорее всего. Каким-то вкусным. Тут есть всякие овощи отварные. Вот цветная капуста. Например, вчера я видела брокколи. Аня это не беру, потому что она это не любит. Он это не будет есть. Она столько вкусного ест. Зачем ей брокколи, извините? Хотя кто-то любит, конечно. Вот тут есть какие-то кашки. Типа тоже для детей. Вот, какие-то печенюшечки. Тарелочки, талатики, фруктики. Ну, в общем, все шикарно. Там скрэмбл. Да, скрэмбл. Здесь яйца. Вот. Мне нужно 7 минут на яйца. И вот такие яйца. Я сейчас сразу их и возьму. Раз стою в очереди. Обычно здесь только народу. Так, будешь яичком? Итак, сначала нас посадили за соседний столик с парой. Мужчиной и женщиной. Но они как бы не русские. Ну, короче, нас с ними посадили, потому что места вообще реально нет. Вот, кстати, там детский бассейн. Итак, теперь проходит мой завтрак. Сначала я все готовлю Ане. Огурец. Пакет. Каждый собирает и дает Анюту что может. Помогаем, чем может. Потом я сделаю ей кашу. Мы берем кипяток. Нашу кашу. Ого. Конечно, без венчика плохо. Я хотела взять еще венчик с собой. Чтобы каша получалась без комочков. Ну, подумала, ладно, я уж не совсем же это самое. Надо было взять. Но если будем в торговом центре, я думаю, что может даже если не вижу, возьму. Блин, а может капец. Долго размешанную кашку. Ну, все, кашка в принципе готова. Чищу яичко. О, thank you. Оранжевый? О, yes. Оранжевый. Какой хороший. Этот, получается, официант, я его помню. И Слава помнит еще с прошлого раза, когда мы сюда приезжали. Вообще, как здорово. Надо нам хорошие чаевые оставлять. Так, яичко. Ань. Можно подраться? Аня, завтрак готов. Яйцо, огурец, помидор. Конечно же, каша. И еще у меня есть баночка фруктовая. И потом еще, когда мы позавтракаем, сходит Слава. Обычно нам приносят фрукты. И мы Ане тоже что-то даем. Но она уже с этими фруктами играется больше, а не ест. Так у Танечка сидит и кушает яичко. А вот, получается, мой завтрак. Остатки овощей. То есть капучино, сок, фреш. Так, мы уже поели. И идем на выход, собственно говоря. Уже завтрак заканчивается. Мы готовы выходить, намазюкались. У Ани супер-пупер классный костюм. Конечно же, есть панама. Уже пять раз она намазанная. Так что, держи свой круг. Ну все, мы идем на пляж. Скажу честно, в бассейне вода довольно-таки горячая, что купаться там удовольствия не очень-то много. Хотя я люблю бассейн. В принципе, люблю в бассейне плавать. Но если там настолько горячая вода, то, конечно, такое себе. В общем, даже не знаю, что сказать. Просто отдыхаем. Это очень красивая территория. Если вы меня давно смотрите, то вы уже этот отель сами знаете вдоль и поперек. Но все равно не показать не смогу. Так вот мы идем на пляж. Кстати, с прошлых разов, как мы здесь были, тут все-таки кое-что поменялось. Кое-что добавили. Каких-то декораций побольше сделали. Каких-то интересных зон. Ну, короче, видно, что не стоят на месте, что-то добавляют. Вот, например, у нас перед глазами там такой как будто бы лежак в виде сердца с видом на море. Я думаю, что вы его видите. Вот он. Этого не было в прошлый раз. Тут тихий бассейн, куда нельзя, с маленькими спиногрызами, которые будут орать. Здесь бар, около которого как-то я фотографировалась даже. У меня есть оттуда фоточка. Видите, там такие прикольные написи. Вот у меня есть оттуда фотки. А мы пришли на пляж. Тут мы сейчас получим три полотенца на наши три чудесные персоны. А ещё отель сделал нам подарок в виде посещения такого местечка. Мы там тоже были в прошлый раз. И там очень классно, атмосферно, лакшери. Лежишь себе в таком большом домике, отдыхаешь. Тебе приносят напитки, еду. Покажу немножко карту. Мы в этот раз живём вот в этом домике четвёртом. Раньше мы жили в седьмом, в восьмом. Мне кажется, в одиннадцатом как-то жили. Так что вот такая вот здесь классная территория. Мы сейчас вот здесь, как вы могли догадаться. Теперь самое интересное. Найти место. Найти здесь место, лежаки, довольно-таки большая проблема. Но здесь постоянно ездят с лежаками. Прямо на специальной большой тележке возят лежаки. И если ты такой бедолага не можешь себе найти местечку, то ты можешь взять себе пару лежаков и положить куда хочешь. Мы вчера так и сделали. И из-за того, что у нас коляска и ребёнок, нам удобнее всего лежак положить прямо около дороги здесь. Нам, по сути, лежак вообще нафиг не нужен. Казалось бы. Мы на нём ни жжи не загораем. Но какое-то место, конечно, хочется. Вот я бы туда, конечно, в тот тенёк бросила лежак. Конечно, удобнее с лежаком. Ну, короче, такое по-пандопу. Вот здесь идеальная пальма-тенёк. Вот видите место. Сюда можно положить лежак. И будет естественная тень. Вот так вот просто пройтись, найти лежак, ну, практически нереально. Если бы здесь были наши родители, они бы вставали в 7 утра и занимали бы самые кошерные местечки. Но мы бы тоже, конечно, могли. Слава бы мог прослупить, например, с крапа раньше. Занять лежачка А2 и вернуться спать. На пару часиков, потом на завтрак. Вон там сзади у людей один лежак стоит, потому что он мне нужен. Нам бы хотя бы один просто вещи сбросить. У нас для этого есть коляска, вообще-то. Можем бросить всё и пойти. Можем занять качалку эту. Тут есть вот такие качели, но мне кажется, они в прошлый раз были. Да, надо вставать пораньше. По-другому здесь вообще нереально. Ну, я не знаю. Мне кажется, всегда в Турции много людей. И в этом отеле, мне кажется, всегда много людей. Но сейчас, я думаю, ещё супер-купер такой сезон мощный. Ну вот вчера мы видели, прям возили, и мы как раз взяли лежаки. Сейчас вот так вот ходим, гродим. А что мы ходим? Мы ничего не увидим. Погнали купаться, жара какая. А потом, глядишь, что-нибудь придумаем. Поехали вот по этой штуке поближе туда, ставим коляску и пойдём купаться. Мы же уже все помазаны, и нам что надо? Да, это неудобно, но что поделать. Скажем спасибо Анютке, у неё есть коляска, куда мы можем бросить свои все причиналы. Очень бы хотелось один лежачок, например, вот этот. Да, вот реально прям одного, хотя бы одной штучки не хватает. Ань, ты готова к этим волнам? Аня, Ань, ты помнишь, как купалась? Только, может, куда-то чуть отойдём? Зачем мы около этой прям штуки? У нас тут наша вещь. Ну ничего, мы всё равно уплывём в итоге. Короче, мы в итоге просто оставили коляску, я её не вижу. А, вон её вижу. Ой, здесь так много людей сегодня. Нет, тут всегда теперь много людей. Но в любом случае, это не, например, Анапа. Я видела какие-то ролики. Ты куда? О шлёпке. Видела ролики о том, что вообще капец. Дофига людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА сладкую булочку за мама тоже выходит так после плавания мы разделяю . заново натерли кремчиком дали водички ты лучше что нибудь скажи не надо через полчаса аня должна успеть по нашему плану а что будем делать мы а что мы будем делать мне вообще нормально без лежака если честно лежак конечно прикольно но мы все равно там особо лежать не сможем только если когда аня спит вот в этом случае вкусное печенье у Ани у Ани Слава ходил за кровьёчком у нас есть Ани на печенье кстати там сэндвичи наверно есть и вкусняшки не хочешь десерт? нет вон там ты так каждый раз говоришь а потом ешь десерт потому что это болезнь что это коричневый так что зависимость от сладкого у нас есть какие-то зависимости разные телефонные например кстати я еще заметила что изменилось с рождением Ани во мне раньше у меня на первом ну не на первом месте но очень важно по приезду по приезде куда-то на море на отдых в красивое интересное место мне всегда хотелось знаете заморачиваться по поводу луков по поводу фотосессий то есть я могла за это очень сильно нервничать что если у меня не получилась какая-то идеальная шикарная фотография я реально за это могла переживать ну как переживать злой быть знаете пока не получится фотка я не успокоюсь терпеть какую-то жару терпеть неудобства голод ради красивой фотки сейчас я не такая ну вот я раньше бы чтобы снимать влог вот как сейчас я снимаю я бы нанесла на себя косметику чтобы потом смотреть влог и думать какая там красота ну может быть я все равно буду пересматривать этот момент и думать надо было накраситься черные точки замазать еще какая-нибудь ерунда мне так впадло вонючую косметику терпеть на лице жара просто треш ну как-то пофиг стало вот реально с рождением детей похер сойдет и так я это расцениваю как плюс то есть все равно я стараюсь за собой ухаживать конечно не забивать на себя но просто становится ну проще относишься ко многим вещам ну по крайней мере я так это ощущаю а я сейчас хочу выставить а сначала обработать то что мы вчера фоткались на твой телефон надо сделать фоточку она же может стать обложкой по римсу который мы делали прикольней вам наверно ничего не видно надо еще музыку подобрать ой какие фоточки с моря а-а-а-а ты всеzerик haben дик huge а чё онgewチャрсниковый дал сап давай на эту тоже нормальный какое чудо Смотрю, как Анюта на море плавает в лодочке. У нас тоже есть хорошая совместная. Ну, Аня не совсем прям в камеру смотрит, но нормально. Да просто на этой камере 4К и, наверное, все мои фории видно. Какая она круто! Нам подходили, предлагали поехать на шопинг. В Турции всегда такое предлагают. Мы со Славой ездили как-то в прошлый раз, помнишь? Что моя сонно? А, мы сегодня Ане утром давали норофен, где-то в 7 утра. Маленький малыш, у нее зубки. Я вижу, короче, снизу лезет тот, что не вылез еще. У нее снизу уже 3 зубика и 4 лезет. Ты знаешь, как-то вот нижние зубы у нее более сложные, чем верхние оказались. Более болезненные. Мой маленький. Я это просто заметила еще первый раз, когда у нее зубы вылезли, первые. Она плакала сильно, у нее же температура была. А когда верхние вылезали, такого не было. Хочешь мамочку тебя обнимать? Хочешь? Не надо мне в кофе печенье. Какие фотки на папу сделал, Ань? Ты посмотри, зай! Моя зайка моя. Это мы еще в аквапарк не ходили. Точно. А что сегодня будем делать в самое пекло? Ну, купаться, наверное? Купаться? Ты что? Купаться? Купаться в самое пекло. А что? Ну, типа искупался и сидишь в тиньке вот так. Я не знаю, что еще делать. Мы вчера типа в номере сидели, но это трэш. С ребенком довольно-таки сложно. Что-то Ане скучно, ее надо как-то развлекать. Большой, мне когда-то отлично сидели. Здорово. 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 Моцпол. Раша. Нейм? Анна. Анна. Анна? Анна? Мой номер, Анне. Очень рада встретиться. Анна? 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 Ба-бай. Скажи пока-пока. 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 Ане нравится так общаться с другими людьми. К нам вот девушка подошла, которая предлагала поездку на шоппинг. И она начала тоже Анютке ссси-пуси делать. А Аня так заулевалась. У меня сегодня рука. Ну, аня-ням-ням. Что, Ань? Этот? Не такие, как твои родители. Антисоциальные. Не надо. Ну, вот так вот и проходит наш отпуск с ребенком. Маленький. Ты зачем такой маленький сладкий малыш? Ты зачем такой маленький сладкий малыш? Ребята, мы сходили в душ. Ну, такой легкий душ. Я сегодня, кстати, голову не мальчила. Вот. Аню искупали. Ну, тоже легкий душ. Опять все намазались. Крэм-ами. Заказала Анипанаму, которая ей велика, но все равно милая. Нормально. Нормально. Похитительница мужских сердечек. Так вот, сейчас пообедаем. А потом я так и не поняла, о чем мы решили. Ничего не решили. Остаемся тут. Я предложил тебе поехать в ТЦ-шку, но ты отказался. Представляете? Я отказалась. Но я отказалась не на совсем, а сегодня, как бы я подумала. Ань, а за что еще за выступление? Аня уже хочет спать. Сейчас нам надо пообедать, и Аня пусть спит. А мы, я не знаю, что будем делать. У Анюты пюре. Курочка очень мягенькая, прям нежная. Чуть-чуть картошки, брокколи. И вот папа принес овощи. Для Ани тоже. Твоя? Твоя. Ты заказала? Да. Нет, это Аня заказала. Анюта кайфует. Не знаю, попробует ли она брокколи, но ее самое любимое, это, конечно, картошка. А тут у нее борщ-баночка, так что вы не думайте, нормальная еда тоже будет. А у меня вот что в тарелке. Ну, это я уже Анютке дала попробовать. Вот эту рыбу, не знаю, какая-то рыба, не хочу ее Ане давать. Вдруг она какая-то не до конца готовая, не знаю. Взяла себе попробовать сырочки. Вот такое мясо, рисочек. Думаю, будет супер вкусно. Даня. Она сейчас, возможно, попробует пробкали. Пробуй, пробуй. Пробуй. Ну что ж, теперь я могу поесть. Бюре. Какой жуй. Жуешь? Да, она молодец. И молодец. Маленький куколька. Так, ребята, мы вышли с Аней гулять. 14.40. 14.40 сейчас. И мы дошли куда-то, куда раньше никогда не ходили и не видели, что... Ну, зачем нам сюда было ходить без ребенка? Вот тут еще какой-то прикольный детский клуб. Это находится подальше от наших домиков. Тут такая красивая природа вообще. Хорошо, что много растений, и они создают хоть какой-то тенечек. Там прикольные качельки, так что будем туда приходить с Анютой. Мне очень нравится, что тут на каждом таком перекрестке стоят фонтаны разные. Где-то побольше, где-то поменьше. А вот это второй ресторан. Тут, получается, отель делится как будто бы на два, что ли. Есть Алибей-клуб Манавгат и есть Алибей-парк. Ну, тоже Манавгат, наверное. Продолжение. Вот. И мы всегда как-то останавливались на территории... Ну, то есть это общая территория. Ну, то есть везде одинаковые домики, все одинаково. Одинаковые бассейны, одинаковые рестораны. То есть мы можем ходить в столовую либо к нам. Вот мы сейчас на обед ходили к нам. Все-таки как будто бы есть какая-то разница, но я не знаю какая. Потому что получается, что гости этого отеля могут прийти либо туда, либо туда вообще, куда захотят. То есть могут шлындрить туда, где ходить. Это, конечно, здорово, потому что, например, каждый вечер разные анимации. И, например, определенная какая-то анимация, одна анимация там нашей территории в клуб и другая в парк. То есть ты еще можешь вечером выбирать, что ты будешь смотреть. Например, там вчера вот шел Аладдин, где мы живем. А тут танцы были на территории парка. Прикольно. Поэтому тут просто обычно все эти анимации повторяются из года в год. И спустя там не знаю сколько, 10, 12, 14 дней они тоже повторяются. Мы их, может сказать, сильно изузь знаем. Короче, из года в год все это повторяется. Мы, в принципе, все анимации видели. Но вот то, что вчера Аладдин был, честно, я не помню такую анимацию. Поэтому, мне кажется, она новая. И декорации мы такие не видели, тоже новая. Но нам не удалось посмотреть, потому что приехали сюда с маленьким Чилдреном. Поэтому посмотреть эту анимацию мы не смогли. Вчера Аня хотела спать. Да и вообще как бы шумно, громко. Это как бы ребенку до года. Ну, можно сказать, год, окей. Все равно это как бы не понять. Мы-то нихера не понимаем. Ну, понимаем, конечно. Я так шучу. Вот. Потому что все-таки анимации, понятно, не на русском. Хотя те, кто смотрели там мультики и так далее, все равно все понимают. Фильмы. И, ну, особо даже не надо так, типа, язык. Потому что это больше как мюзикл. Знаете, танцуют прикольные постановочки. Поэтому, в принципе, и этого хватает. Да, она такой кукелька. Лежит там. Почему ты постоянно сюда приезжаешь? Мне тут нравится. Я была в других отелях в Турции. Не сказать, что во многих прям, чтобы, знаете, классно сравнивать. Но тут, ну, мэч у меня. Ну, то есть, мне нравится жить в этих... Ты имеешь в виду совпадения? Именно так. Коллега. Мне тут нравится еда. Мне нравятся анимации. Не могу сказать, что пляж мне прям очень нравится. Потому что я больше люблю песок, а не камни. Но это вот, типа, мизер того, что мне не по душе. Но зато очень чистая вода. Потому что был бы песок, конечно, было бы больше вот этой вот... Когда заходишь, все, вода мутная. Поэтому, ну, не знаю, не знаю. Мне нравится здесь. Сервис тут хороший. А тебе тут что нравится? Красиво здесь очень. Мне нравится тут спокойно, красиво. Все включено. Это самое главное. Куда идти? Море. Что? Тут много всего классного для детишек. Что не может не радовать молодого родителя. Ну, тут и правда. Вот, например, территория очень красивая. Территория шикарная. Очень хорошо. Тут еще огромный плюс аквапарк. Прям на территорию... То есть он прилегает к этому моделю, но он не совсем прям... То есть можно застелиться, короче, и вообще даже никуда не выезжать. Да. Это вообще наш вариант, грубо говоря. Потому что мы бы хотели со Славой поехать в большой, сонный этот бассейн. А нам туда нужно. Мы бы со Славой хотели съездить в аквапарк. The Land of Legends, который... Вот тут до него недалеко. Да, и до него недалеко. Ну, че... Вот мы туда приедем втроем. А мы можем понять? С Аней. Ну, Аня, Слава, я. И как нам кататься? Ребенком нас на всякие экстремальные горки не пустят. Да и мы, наверное, были бы совсем отбитыми, если бы попробовали туда пройти. Ну и как? Не бежать надо уже на руках. Там аттракционы и так далее. Ну, короче, не прокатит. Если бы с нами была какая-нибудь нянька или кто-то из родственников, то можно было бы. Но, опять же, ради одной поездки в аквапарк брать няню... Ну, такое... Я бы не хотела, чтобы с нами в номере какая-то тетка спала нянька. Ну, как-то... Ну, тупо, реально. Уже попозже как-нибудь Аня вырастет, тогда и сходим. Может, поедем с семьей, большой компанией. Кто-нибудь постоит с Анюкой, пока мы катаемся. Мы идем играть в настольный теннис, пока Аня спит. Тут как раз шикарный тенечек. Рядом бар, бассейн. В общем, все условия для кайфов. Рядом бар, бассейн. Огром에는 все лепестки. Аня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, мы чудесно провели время в номере Аня спала час сорок Сейчас без двадцати пять И мы решили направиться в аквапарк Я не думаю, что мы там прям накупаемся Еще минут 15 только до него идти, наверное Не, минут 15, наверное, я загнула Короче говоря... Пошли, пошли Так вот, короче говоря... Аня вообще первый раз кепку снимает Да, она обычно всегда кепку снимает Мы лежали, отдыхали Мы в телефонах лежали Анютка спала Кайфовала Мы сначала уже гуляли с ней Но у нас спала в коляске Но потом мы пришли в номер Потому что было очень жарко Камера опять с той снимает, снимает меня криво Вот И мы ее из коляски переложили на кроватку Потому что она была более прохладненькая Комфортненькая, чем коляска Понятно, что в коляске более жарко И не так уютно Вот Идем, бак, бак, бак Некоторая бомба Короче Пока мы были в номере Нам позвонили с ресепшена И предложили забронировать на завтра Вот этот домик Где мы со Славой Уже сколько-то лет назад отдыхали Вот Это такая закрытая, классная территория С, можно сказать, своим пляжем Где нету кучи людей Вот как сегодня мы плавали И постоянно кто-то рядом плавает Ну это понятно Как бы это море Нам это норм Абсолютно Мы как бы не придираемся Я думаю, моря на всех хватит покупаться Вот Ну вот ледоков Нам не хватило Вот Так что нам предложили на завтра Отдохнуть в таком домике Мы решили, что нет Надо отдохнуть Потому что если нам очень там понравится Это подарок от отеля Посещение такого домика Оно, конечно же, не бесплатное Вот Если нам там очень понравится Вот сейчас с ребенком И мы подумаем Блин, как классно То, может быть, мы еще раз Сами себе оплатим Такой кайф Расколбас Потому что я просто представляю Что там будет очень комфортно Ане ползать Там, типа, травка Знаете, такое Очень все Уютное Короче, мы уже практически дошли до хопарка Пока я с вами болтаю Вот какая модная Аня В новом купальнике А тут тоже что-то, смотри Да Футбол смотрит Футбол? Нифига Тут смотрит фубик Ничего себе Нормально Круто Ну, клево, конечно А вон там еще и в футбол дети играют Девочки, оставляю вас сегодня одни Аня нравится А папа будет здесь смотреть футбол Не, прикольно, прикольно Ну, мы бы с тобой могли, конечно, придумать Такое, что сейчас ты сидишь с Анюткой А я не знаю, где Ошиваюсь А сейчас ты сидишь, смотришь футбол А я с Аней где-то ошиваюсь Да зачем тебе тут футбол? Футбол ты можешь и дома посмотреть А вот провести время с семьей на пляже А еще здесь огромное количество гостей Именно Ну, гостей отеля именно из Турции Ну, то есть Прям очень много здесь машин стоит Видно, что люди местные приехали отдохнуть Вот знаешь, я даже не представляю Вот Это как если бы мы с тобой жили в Москве Ну, мы и так живем в Москве И приезжали бы в отеле отдыхать Так странно Да И очень много крутых тачек стоит Ну, не мудрено Отель-то не дещо И так, ой Он считается прям топчиком таким Мы тут со Славой как-то в теннис играли Не настольник Да, вот сейчас более мне приятно на улице находиться Еще после номера с кондером Я немножко остыла И мне прям хорошо Сейчас посмотрим, как там аквапарк наш поживает Сколько мы там не были давно Вот аквапарк В ту сторону теннис До пяти часов, я помню, здесь работает Этот Ой, павильон, да? Называется, аэческого панорама Павильон Вот как выглядит аквапарк И там еще сбоку горки Которых не показали на карте Вот так вот прикольно Мы туда идем Мне, конечно, интересно было бы с Аней пойти в детскую зону Посмотреть, что ей было бы классно Где покататься? Конечно, я не знаю, какая тут вода в бассейне Но вот у нас там очень она теплая И, честно, купаться в таком желании не имею Я думаю, что там все хорошо очищают Чистить, хлорировать и так далее Но все равно Да, тут довольно-таки большая детская зона И это, конечно, огромный плюс Не думаю, что мы сейчас где-то здесь тоже положим лежать Но с другой стороны... О, лежак Займем лежак Но с другой стороны нам это особо и не надо Было бы неплохо, в общем-то, если честно Я бы не хотела постоянно в воде застить Круто О, лежаков много Нам еще полотенца взять Капец Там народу Это просто Аня, ты посмотри Что за жест Кажется, Аня туда хочет И точно пойдем, Анют, в этот водоворот Слушай, ну много свободных лежаков Хотя, вот я только эти увидела свободные Короче, вот такая здесь туса О, там фотосессия Прикол Да Крутяк Ну, по очереди-то мы точно с горки сможем прокатиться Я не думаю, что на взрослой горке хоть куда-то мы сможем с собой взять Анютку Но у меня были такие мысли Ну типа Да понятно, что нет С другой стороны, что ей Может ей понравится Ладно, ладно Это опасно Мы не крейзи Просто фантазии Просто веселье Безудержное Возьмем сейчас полотенчики И пойдем Не знаю, куда О, тут игрушки хоть продают Тут есть еще вот такая зона с песком Вот такая вот прикольная Тоже детская зона с песком Там маленькие горочки прикольные Прям для совсем малышей Как раз, как Аня Здесь можно взять полотенце Сходить в уборную Здесь есть врач Так, мы заняли два лежака Места есть Бывает, что вообще не найдешь Ну, хоть здесь в аквапарке Реально можно хоть что-то найти Хотя уже, знаете, почти 5 часов вечера Поэтому Ах, любимые горочки Будь, правду говорю Мои любимые Ну, по одному можно прокатиться, конечно Короче, конечно, людей очень много И мне кажется, и мне очень нравится Что я хожу и снимаю Конечно, кого тут нравится Ой, да ладно Нужны они мне Тебе-то какая разница Они не из-за тебя То, что это кто-то другой еще Потому что это я для мамы снимаю Откуда я не знаю Ну, да Так, мы успели Взяли кое-какой еды Ой, у меня кетчуп стекает Я собрала себе бургер Здесь в аквапарке тоже есть вот такая столовая Но тут... Нет, тут есть как будто макароны Что-то такое Рис, шашлычок Ну, в основном это такое Знаете, бургеры, картошечка Но здесь прям так и хочется такого поесть Так, мы накупались В аквапарке Мы с Аней даже скатились с горки детской И пришли смотреть, как Слава будет скатываться Не мешай, будь в зале Самый полный – это подняться Папа в груди Круто? Ладно, но больше не хочу Так, мы пришли в номер после аквапарка Все намываемся Вот такой вот у нас бардак Сейчас надо будет заново все сумочки перебирать То, что мы возьмем с собой на ужин и так далее Кстати, забыла вам показать Отель подарил мне вот такие цветы Когда мы приехали Вообще безумно приятно Спасибо большое Я ставлю фотик на зарядку Я вот помылась Сейчас моется Слава Первая всегда у нас моется Анютка И как я ее мою? Я держу ее в руках Все, и мы стоим под ушем Я ее намыливаю под мышечки Ну, нормально Хорошо мою Качественно Ничего не пропускаем Вот Поэтому А Слава потом ее принимает в полотенчика Идет с ней сюда Одевает ей подгузник Потом я моюсь Прихожу И Слава идет Ну, короче, у нас слаженная такая Есть система Программа У меня скоро должны прийти те самые дела Поэтому у меня периодически какая-нибудь ерунда вылезает Но ничего Она мне не испортит этот отпуск Так что я буду сейчас ходить все собирать и разбирать Будем готовиться к ужину Так, ну что ж Я сделала легкий макияж Просто нанесла тон И румяна, и брови зачесала гелем Отправила Славу Говорю, беги, не оглядывайся Не смотри назад Всех расталкивай Занимай место на пляже в ресторане Потому что сейчас через буквально 10 минут А то и уже запустили людей Туда Просто типа открывают Ну, типа ближе к семье Вот Я сейчас не голодная Мы же еще в аквапарке поели Но Занять хорошее место хочется Вообще сейчас прям светло еще Видите, там вообще люди купаются Да и вообще настроение такое Еще погулять Типа они садятся ужинать Вон Слава, бежи Мы с Анютой нарядились Белое во всем У нас сегодня этот казантик На котором мы никогда не были Не побываем Вообще у меня с собой крабики Я планирую потом волосы Крабиком сделать Ой, сейчас прям отличная погодка Типа тепло Но уже не такая невыносимая жара Блин, они там уже давно открыли Наверное, уже все места Короче, вообще план такой Мне кажется, так лучше не делать И это не правильно Я бы хотела, чтобы мы заняли столик Какой-нибудь фентифлюшкой И пошли выгулять Ну, на полчасика хотя бы, знаете О, сегодня какой-то шикарный праздник Там все по-особенному украшено Сегодня она турецкая ночь, по-моему Короче, будут какие-то базары Какая-то движуха Поэтому обязательно посмотрим вечерком Что будет за красота Ну, либо сейчас уже покушать быстренько И фигнё не страдать Ну что, где наш папочка? Как здесь красиво Я его не вижу А, вон он сел, по-моему, да Короче, просто невероятная красота Усторг Смотрите, какая красота Вот с таким видом можно тут сидеть, завтракать, обедать Ну, обедать очень жарко, сидеть тут И ужинать Мы обожаем здесь ужинать Причём самое интересное, что раньше мы не знали Что здесь тоже можно ужинать Так, ребята, мы всё-таки со Славой решили Что мы на минутах десять отойдём погулять На десять-пятнадцать А я вам пока покажу, как здесь всё шикарно и вкусно Овощи на гриле Фрукты, вкусняшки, сладости просто Клёво, да? Вообще Правда, я это вообще всё не ем О, сколько сегодня фруктов классных И черешня Я прям хочу Прям буду Вот здесь, посмотрите, всё такое диетическое Здесь наша с Аней любимая Картошечка фри Какие-то шарики Кетчуп майонез Здесь тоже наша любименькая Макарошечки Вот такой вкусный сырочек Тут вот такие макарошечки Вот здесь, кстати, обычно очень-очень вкусная рыба Но сегодня здесь что-то другое Тут какие-то интересные салаты, закуски Не знаю, что это Это рыбки пока не вижу, моей любимой Пока я не поняла, что я буду кушать Вон там с Аней Аню, ты иди гуляй Ну как ты? Нормально А ты как? Ань, ты как? Аня уже бежит Мне кажется, она говорит ей сильно Ей когда не нравится, она пытается их расстегнуть Вот так маленький малыш с нами общается Мой длинный валюсенький Мой валюсенький Мой миленький Тут, кстати, тоже ресторан В котором мы можем Как-нибудь посидеть Он тоже стоит денег Там особенная подача Красотища-то какая Я, конечно, больше люблю шведский стол Ух ты Уже бежишь куда-то? Ань, поднике смотри Ой, маленький Топ-топ Топает малыш Это просто супер мило Маленькие малыши такие милые Иди, иди Иди, иди Иди, иди Мне кажется, это неудобная обувь Это то, что мы взяли в детском мире То, что я заказывала И как-то во влоге показывала из Москвы Они такие довольно-таки жесткие Мне кажется, эти тоже ей натирают Ну, узнаем позже Ань Не-не-не-не, куда? Ань, 20 светит? Хотела вам рассказать, что завтра, 20-го числа У моей мамы день рождения И мне кажется, это первый раз На ее день рождения куда-то улетела Осознанно Я такое не люблю Причем мне маме говорила Я говорю, мам, давай мы, типа, день рождения Ани Отметим здесь, в Турции И потом в Москву, когда прилетим Устроим праздник Ну, в честь дня рождения Ани А день рождения мамы мы будем еще в Москве То есть мы бы позже улетели Но мама сказала Ой, нет, давайте вы лучше улетайте на мой день рождения Ну, чтобы Аня на день рождения мы вместе отпраздновали в Москве Ну, короче, я такая думаю, ну, ладно Вот Все-таки у мамы не юбилей Ну как? Ты рукой-то держись одной Не свалишься? Ань Ань А что ты ей штаны так низко одел? Маленькая моя курочка Как мне нравится эта футболочка с курочками Ух ты, Аня Аня Аня, ты куда смотришь? Может, нас кто-то покачает? Не знаю, позовем кого-нибудь Еще есть один классный факт про этот пляж, этого отеля Это очень чистое место Считается По крайней мере, я просто знаю, что здесь черепахи выползают и свои яички Откладывают своих черепашат маленьких Вот, это самая настоящая правда Вон там, по-моему, даже табличка стоит именно про черепашек Не, не там Короче, я сегодня видела и вообще сколько раз мы сюда приезжали В общем, все это мы видели Однажды даже кто-то побежал ночью смотреть, как черепашки выползают Но я их сама не видела Но видела, что ограждали какую-то зону И что там, типа, черепашки пришли и свои яички оставили Ты видел тут черепашьи яички? Да, они пару раз Ну погнали Пока еду соберем, еще полчаса пройдет, да? Аня так похожа на себя, когда родилась такая смешнюля Это ходьба Так, ребята, мы кушать сели Вот сколько всего вкусного я себе взяла Буду пересматривать эти влоги уже в Москве Скучать по всем этим шикарным блюдам У Ани пока ничего не лежит интересного Потому что я только села Да У Ани зуб вылезут, кстати Четвертый внизу Вот, будем пить винишку, кушать салатик, тайфовать В общем, наслаждаться этим чудесным днем У нас официантка больше, может, это и его Сейчас я Ане положу рыбки И всякого вкусного остального Еще тут дают влажные салатики В самых шикарных ресторанах мира Нормально, уже не печет Жарковато, но не печет Я сейчас узнаю, что здесь за еда Все попробую и пойму, чем я могу поделиться с Анюткой Рыбку точно ей положить Непонятно, овощи тоже Лисочек Кебаб, ты видишь? Изумительная рыбка Дай, Олегу Кости есть, поэтому нужно Отвечайся, детки Скорей Какие недели есть Повкуснее Повкуснее Вари Ты мою вари 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 Сегодня будет рыбный вечер А вот эту курицу, как ты, попробовал? Что это за соус? Какая вот эта тоже была Или есть? Да Господи, а что ты делал? Салат ел? Тебя же Не верится Вот салфетка отлетела в тарелку Ну ладно, съем ее Что уж поделать Как думаете, можно ли рис ребенку? Немк нет Ну такой мягенький, вкусненький Ну нет Рисовые каши можно, а эту нет? Конечно В общем, ладно А конца садится Макароны такие вкусные, с сыром Как будто в Москве не могу поесть этого Ну-ка, фото, как ты ешь курицу? Ань? Что ешь, покажи Дай маме Дай маме Что ешь? Спасибо Что за танец? Ань Телевизор 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 Ань, что творишь? Ань, что творишь? Телевизор Телевизор Ань Вот смотри Брод Открывай Молодец, Анечка, молодец, солнышко, умница моя, солнышко, так старается. Так, ну что ж, ребята, я переоделась. Ну, это чувак играет. Я думаю, просто какую-то мелодию включили. А, реально. Сейчас мы вам покажем, что означает турецкая ночь здесь, в этом отеле. Раньше я помню, что верблюд был. А, ну, может, верблюд на другой какой-то день. На фоне «You liked him muy, muy» в детском клубе. Пошли дальше. О, здесь турецкий кофе. Мама, дорогая. Здесь красивые поделки. Ладно, я пойду к своим с ними смотреть. Лампы, лампы, девочки. Ну, ладно, пошли в детский клуб сторожить качели. Ой, это турецкий кофе. Да-да, турецкий кофе. Мы пойдем в детский клуб, как будто бы это мне надо. И мне. Там народу дофига, но можно попытать удачу. Короче, история такая. Я зашла в номер, переоделась и выглядела как Харлсон. У меня такие высокие штаны и кофта была такая. Ну, короче, меня просто анютка испачкала этим мой белый наряд. Испачкать, мама дорогая, этим арбузом. Подпортила лучок, моя тюня, но ничего. Я думаю, она стирается точно. Может, не здесь, но в Москве точно. Не знаю, не пробовала еще, времени не было. Короче, вышла так себе. Выхожу, вижу, две-три девушки идут в шикарных вечерних платьях. Я такая, так, стоп. Ну-ка, ключи от номера. Переоделась в платье, потому что подумала, вдруг сегодня какой-то шикарный вечер, а я как Харлсон. А мы идем в детский клуб. Мы туда ходим каждый день качаться на качелях. Блин, нам надо в тот войти, который мы сегодня нашли, когда гуляли. Ну да. Здесь такая тусто. Может быть. Аня уже увидела качели. Жаль, что к ним очередь. Честно, не понимаю, столько здесь детей, и почему бы не сделать побольше качелей, например. Будем стоять, караулить. Как мило. Аня уже нервничает, хочет на качели, но, увы, и ах. О, класс, давай. Я практически намутила Анютке качели, но Слава издевалась, встал ворон. Да ладно, в смысле, это ты прозевала. Нет, я стояла тут, просто вот этот мальчик, который качается, он очень наглый. Я их держала, он сделал жопу, просто туда запихнул. Нагло. Есть наглые дети и люди, что поделать. Аня, теперь смотришь здесь. Так, конечно. Ладно, ждем, Аня, жди. Если громко парешь, может, его взбесит это, и он уйдет. Аня. 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 Так, все ждут представление, которое начнется через 45 минут где-то. Тут наш забитый столик с кепочкой. Вот такой вот классный ход конем. Мы ушли от детского клуба и идем посмотреть настольный теннис. Занято там или нет, что, скорее всего, конечно же, да. Вы посмотрите, как красиво. Так хочется сейчас поплавать, когда тут никого нет. Тут есть разные магазины, там детские всякие аттракционы маленькие. Эти. Ну, не аттракционы, а игровые автоматы. Тут вот можно тоже бар, попить кофеечек, поиграть в дартс. Такие, вот чем мне нравится Турция, как раз таки, что так много всяких классных активитис. Потому что обычно в каком-нибудь Дубае, например, какие там активитис. Даже вся еда дорогая. Даже не бухнет. Я люблю все включено. Ну, там стопудово сейчас полного народа, я не думаю, что мы поиграем, но посмотреть-то можно. Надо было картишки взять, но мне кажется, я брала. Конечно. Да? Должно быть. В любом случае можно купить. Ну, мы обычно всегда тут в карты играем. Вот так вот сидим, ждем представления, играем в карты. Все занято. Конечно же, все занято. Что идей много, но днем тут всегда можно найти свободное местечко, когда жара. Так, мы нашли свободный стол, купили Аню двух динозавров. Я уже видела, как одна девушка ей очень завидовала, проходила и смотрела на этих динозавров. Аня, ты будешь смотреть, как мама с папой играют на столе теннис. Ты будешь нашим... Аня, ты будешь смотреть, как мама с папой играют на столе теннис. Аня, ты будешь смотреть, как мама с папой играют на столе теннис. Аня, ты будешь смотреть, как мама с папой играют на столе теннис.